Рассказы Эта история случилась со мной, школьной учительницей. Дети писали эссе на тему «Моя мечта». Дети писали свои мечты и сдали учителю тетрадки. Она собрала эти тетрадки, принесла домой и начала проверять. Читала эти эссе, откладывала тетрадку за тетрадкой, удивлялась разным мечтам детей. И тут ей попался одно эссе, которое очень сильно ее взволновало. Интересно, кто его не писал? И сердце ее забилось, увидев имя ученика. А рядом сидел муж. Он очень был равнодушен к ситуации. Абстрагировался, сидел в телефоне. «У тебя все нормально?» – спросила ему жена. «Что с тобой? Ты так изменилась в лице, ты расстроена». И она сказала ему, что в школе задала детям ученикам эссе написать о мечте. И вот один мальчик написал, что хочет стать телефоном своих родителей. Потому что телефон – это самое дорогое, что есть у папы и мамы. Они слушают телефоны, разговаривают в телефонах, смотрят кино в телефонах. Папа с работы приходит, сын говорит, папа, давай поиграем, мне скучно. А папа говорит, я только пришел с работы, я так устал, мне так тяжело сейчас. Он уходит, берет телефон, и с телефона может проводить много времени, час, два, три. Он не устает с телефона. Мама, говорит мальчик, я хочу поговорить с тобой. Мама, пожалуйста, поговори со мной. А мама отвечает, у меня нет на тебя времени. Берет телефон, и очень много долго разговаривает со своими подругами, делится с ними новостями. А на самом деле у них нет времени на меня, написал мальчик. А если телефон бы разбился, они тут же находят время на то, чтобы его отремонтировать. Они вытирают, сдувают с него пыль. А я ребенок, вы представляете. Я хочу, если я вдруг буду плакать, папа и мама, помогите мне. Они не обращают на меня внимания по-прежнему. Поэтому я очень хочу, моя цель, моя мечта, стать телефоном, чтобы папа и мама заботились обо мне, сдувались мне пылинки. Отец слушал, встал, подошел к жене. Ты так рассказал мне эту историю, она меня разволновала. Скажи, я хочу этого мальчика просто встретить, обнять его. А жена, ты хочешь его обнять? Сказала. Иди, ты можешь его обнять. Это написал наш с тобой сын. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok